Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 91. Мы начитываем Новый Завет с толкованием блаженного феофилакта. Это наше издание, вот трехтомник. Каждая страница, каждая книга 752 страницы. Показываем, какое издание удивительное. Впервые за 2000 лет вышло в одном издании, то три тома, толкование вместе с откровением. Показать. И здесь мы раскрасили 230 иллюстраций Гюстава Доре в полный лист, без полей. Считаем это главным. У нас хотя 38 книг вышло в книжном варианте, но это, конечно, главный большой труд с комментариями, считает Никита Колесников. 1 Тимофею 3.9 Храняющие таинство веры чистой совести, толкование, то есть с хранением правого догмата, имеющим и жизнь непорочную, ибо чистая совесть бывает при непорочной жизни. 1 Тимофея 3.10 2 Тимофея 3.10 2 Тимофея 3.10 3.10 Видит, не знает, как звать, ничего нету, сватывает. Ну, кого ставят-то? Поваров, как Златоуст говорит. Совершенно не знает ни писания, ничего. А дальше одно властолюбие и сребролюбие. 1 Тимофея 3.11 Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Толкование. Не о случайных... Трезвы. Почему трезвы там все? Честны, трезвы. Ну, нет таких слов в русском языке. Трезвы, честны. Трезвы, верны во всем. Как будто бы француз какой-то. Толкование. Не о случайных каких-либо женщинах говорит апостол, но о диаконисах, ибо сие служение очень нужно и полезно для церкви. Если бы он говорил не о них, то какая нужда среди речи о мужчинах-диаконах говорить о женщинах? То есть не клеветницы, которые, как обычно старухам, ходят по домам и нашептывают одной про другую. Трезвы, то есть бодрствовать. Так как легок и удобо предстим род сей, то не должно, говорит, им дремать, но быть бодрыми и бдительными. Вот они ходят. Какой выход? Не ходили. Старухи, это шарится, шарится по домам где-то. Не остановишь. А что говорила? Тоже следом слышишь? А я не говорила. Да как не говорила-то? Прям захватишь, что говорила. Греха не бояться. Не ходите по домам. Сидите дома, молитесь. Верны во всем. То есть стойки и в слове, и в делах. 1 Тимофея 3.12 Диакон должен быть мужа одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Толкование. Видишь ли, что и от Диакона апостол требует той же самой добродетели, какой требовал и от епископов. Ибо и они одинаково должны быть чисты и непорочны. Чисты. 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 Выворачиваешь на последний слог удаление и все. Все подряд слова. Поморись, чтобы не было этого больше. Везде он говорит об управлении детьми, чтобы прочие не имели повода к соблазну. 1 Тимофея 3.13 Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Толкование. Степень, то есть успех. Ибо те, которые показали себя трезвенными в низших должностях, скоро достигнут и высших. Чтобы иметь великое дерзновение в вере, то есть чтобы быть более славными не в мирских достоинствах, не в богатстве, но в вере, то есть во всех словах и делах по вере. Так те, кто хорошо исполнял обязанности диакона, были потом славны или славны? Славны. Конечно славны. Славны. И на степенях присвитерства и епископства. 1 Тимофея 3.14.15 Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Толкование. Дабы через то, что делает ему наставление касательно таких предметов, не повернуть ученика в скорбь, как будто Павел более не увидится с ним. Он говорит, не потому я пишу это, что уже больше не приду, напротив, я приду. Впрочем, если случится, что замедлю, то ты должен иметь образец, как подобает тебе жить. Прекрасно апостол сказал, надеясь, так как вводимый духом он не знал, куда должен идти, то справедливо он смневается и относительно своего прихода к Тимофею. Не говори, что церковь люди собрали. Она есть дело Бога, Бога Живого и Страшного, а не Мертвого и Немощного. Каковы бы боги эллинов? Апостол сравнивает здесь с иудейским храмом церковь и говорит, что тот подлинно был образом и тенью, как, например, звонки, дорогие украшения и первосвященник с жертвами. А церковь есть истинное утверждение, ибо все в ней совершаемое, истинно, а не образно, каково то, что в церкви подзаконной. Вместо звонков в ней блистательная проповедь, вместо дорогих украшений, одежд священных, преславная жизнь, богатая внутренними плодами. Первосвященник в ней, Сын Божий, великая жертва, божественное тело Его. Это у него на одежде звонки висели, позвонки называют, и они звонили, колокола звонят. А что это проповедь? Проповеди нет, колокол колотит. У мусульман-то насколько лучше, он какие-то суры там, аяты сверху кричит, и все с минарета, и люди слышат, здесь ни одного слова нету, запечатали, колокол бьют. И это мусульмане сразу поняли, в мусульманских странах колоколов нету, они христианам не разрешают. А это мы собираем людей, собираем, значит, зовите их, Богу идите единому поклоняться. Мусульмане, они это знают, христиане этого не знают, им разрешили только доски, повесить деревянную доску бить. А от нее еще она бум-бум, ничего не слышно. И все ропщет. Захватим Стамбул, когда мы тогда будем бить колокол. Ну и будете бить. А колокол означает голову, и там язык, который колотит, это проповедь. Колокол на язык дергать надо. А сейчас сделали у них так, голова вот так вот крутится, сам колокол, и бьет в язык этот. Наоборот, все, даже внешне-то, голова-то налево-направо, к мирскому, к духовному. Растолкование-то погибельное для них, если разобрать его. 1 Тимофею 3, 16 И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. Толкование. Домостроительство нашего спасения есть тайна. Все тайна великая, тайна благочестия, ибо она выше всякого сомнения. Что же это за тайна, которую все знают? Весьма многие, но не все. Если же и все знают, то ныне, а прежде не все знали. Притом знают все, что Бог воплотился, а как воплотился, это сокрыто, и потому тайна. Обрати же внимание, какова к нам любовь Божия. Если он всецело открыл нам тайну свою. Так как Павел, давая доставление о священниках, ничего не сказал такого, что находится в книге Левит, то, говорит, пусть никто не удивляется, если я не рассуждаю о таких маловажных вещах. Великое наше. И ничем, ничего там такого нет. Здесь Бог явился. Каким образом? Воплотим. Ибо по божественности он невидим. Совершив все для спасения людей, хотя он и не убедил некоторых из непреклонных, однако оправдал сам себя, как исполнивший свое дело. Или то, что он не сотворил греха, и не было лести в устах его. Исайя 53.9 И праведники по закону духом находились в рабстве, ибо закон заключал в себе угрозы и наказания, а духа восстановления не имел. Господь же исполнил всякую правду в духе святом, будучи с ним единосущен и имея его в себе по природе, а через себя и нам даруя возможность оправдаться через него. Ибо праведники по Евангелию, будучи духовными, далеко превосходят тех, которые некогда оправдывались в законе. О Таинство! С нами и ангелы увидели Сына Божия, не видевший Его прежде. Ибо говорит Евангелие, и ангелы приступили и служили Ему. Матфея 4.11 И не здесь только, но от самого рождения до вознесения они служили Ему. Во время рождения ангелы поют песнь Ему и благовествуют о Нем пастырем, а во время вознесения служат Ему. Проповедан в народах, находившихся в отчаянии и обольщении, и не только проповедан, но и принят верой в мире, что служит великим знамением силы проповеданного и истинной проповеди. Вознесся во славе, то есть на облаках, когда Ему служили и ангелы. Конечно, вознесся на небо, не как Илья, как бы на небо, чтобы не сказать, что из самого вознесения есть слава. Тайна благочестия, нужно понимать, что она открыта живущим в благочестии. Феофилак тут не говорит. А люди, которые в грехе живут, они ничего не понимают. Живущий в благочестии просвещается Духом Святым. И Дух Святой открывает эту тайну. Он нигде не спорит. Написано, вопрос сразу снят. Домолкнет всякая тварь. Слушайте небеса и земля. И Бог Господь говорит. Говорит, все. Небеса и земля должны умолкнуть. А у нас же этого не знают. Считается, Слово Божие могут перебивать, кричать. А это сектант считает. Не имеет значения, Бог говорит. Сектантскими устами. 1 Тимофея 4.1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. То есть очевидно, ясно и неприкровенно, как законы пророки. Так как выше апостол сказал, что некоторые потерпели кораблекрушение в вере, то не удивляйся, говорит, что теперь некоторые придерживаются иудейских заблуждений. Будет время, когда считающие себя христианами будут творить дела еще худшие. Это апостол говорит не об иудеях, ибо они были в древние времена, как и в то время, а о маркианитах, энкротитах, манихеях и обо всех их такого рода сборищах. Ибо, внимаясь им, они осуждали некоторые яства и брак. Впрочем, апостол разумеет при всем и все другие ереси, ибо все они от обольщения духов лжи и учения бесовского. Ясно же не упоминает о всех ересях здесь, чтобы тем не посеять их в душах людей. Он указывает на ту ересь, которая уже получила начало, именно относительно яств и брака. 1 Тимофея 4.2 Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей толковании. То есть, о чем они лжесловесят? Не по неведению лжесловесят, но зная, что это ложно, притворно учат тому, как истинному. 1 Тимофея 4.3 «Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то...» Слава Иисусу Христу! «То, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Толкование. «То есть, поскольку они знали за собой много нечистого, то совесть имела в них нажженные знаки их нечистой жизни». «Как клеймо, как тавро». «И потому порицало брак. Так как, если бы действительно чиста была их жизнь, то и совесть их была чиста, и не порицало бы того, что Бог благословил. Подобно тому, как страдающий желудок осуждает пищу, тогда как сам внутри себя имеет дурные соки для пищеварения. Итак, что же, мы разве не возбраняемо вступать в брак? Никак. «Но тех, кто не желает вступать в брак, направляем к хранению девства, внушая, что оно чистнейшее. Но отсюда не следует, что брак уже бесчестен. Подобно тому, как из-за того, что золото чистнейшее, не следует, что оно чистнее честного. И лучшее, лучше хорошего, а не худого». Итак, могущий пусть берется за золото девства, а кто не может этого, пусть принимает из серебра брака. Что же, разве для неверных не создал Бог брашен? Да, но не воздерживается. Итак, что же, уже ли наслаждение несовершенно, не воспрещено? «И очень, но не вкушение пищи, ибо вкушение блюдет умеренность, а наслаждение не знает меры. Впрочем, и наслаждение пищи не само по себе не чисто, но потому, что расслабляет душу предающихся ему. И познавшие истину, все иудейское было образом, а теперь царствует истина. Иудеям запрещено было многое» Левитам 11.2 И следует и дальше. «Никак не чистое, но чтобы искоренить наслаждение, чтобы они, будучи приведены в стеснительное положение от многих запрещений, стали заколать буковый овец и таким образом познали, каких богов изобрели себе египтяне». Итак, под истинный разумей или вера во Христа, или просто ту истину, от которой тотчас будет речь. 1 Тимофея 4.4 «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, ибо все сказано хорошо весьма» Бытие 1.31 «Сказав творение Божие, апостол обозначил все, что может быть употреблено в пищу, и таким образом уже не спроверг в заблуждение тех, которые вводят несотворенную материю и говорят, что из нее произошло все». 1 Тимофея 4.5 «Потому что освящается Словом Божиим и молитвою» «Если освящается что, то не значит ли это, что оно нечисто?» «Нет». Апостол делает ограничение. Сперва он по существу говорит, что нет ничего нечистого. Потом с ограничением, допустим, говорит, что есть что-нибудь нечистое, но ты имеешь врачевство, осени крестным знамением, возблагодари, воздай славу Богу, и нечистота исчезнет. Ибо благодарение все очищает, а неблагодарный сам нечистый скверен». «Ужели таким образом мы можем очистять и идоложертвенное?» «Да, если мы не знаем, что это идоложертвенное, но потому что мы нарушили закон, повелевающий не приобщаться к трапезе демонов. Следовательно, оскверняется произволение твое от прислушания, и пища по природе не бывает нечистой». 1 Тимофея 4.6 «Внушайся, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Толкование. «Сие, что же именно? То, что есть великая тайна, что удаляться таким образом от брака, и брашен есть дело бесовское, и прочее, о чем апостол сказал выше. А что значит «внушая»? То же, что и советую я. Не сказал, приказывая, ибо здесь он нигде не обнаруживает своей власти. Сказал, «Сие предлагай другим». Теперь, говорит, «но и сам ты будь питаем теми же истинами, вращая их в уме своем и как бы переживая. Ибо непрестанное к ним внимание внушая, сказал он питаемый. Подобно тому, как мы каждый день принимаем пищу, так и словами о вере всегда питаться должно». 1 Тимофея 4.7 «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Толкование. То есть, напоминай своим о том, что я сказал, с развращенными же не вступай в состязание, ибо им нельзя принести пользы, кроме развитого случая, когда зародится соблазн, будто по нашему бессилию мы отказываемся от состязания с ними. Баснями апостол называет иудейские наблюдения, или потому, что они измышленны, или потому, что не своевременны. Ибо представь, если бы человек лет 30 прилипнул к сосцам, как он был бы достоин посмеяния за безвременность. Бабьями называют потому, что это уже устарело. Скверными, нечистыми, потому, что составляет препятствие для веры. Ибо починить страху душу, которая стала выше всего этого, свойственно нечистым правилам. Приучай себя к вере чистой и жизни праведной, потому, что в этом состоит благочестие. И так нужно упражняться и постоянно трудиться, ибо кто упражняется в телесной гимнастике, тот без всякого состязания подвязается в этом до пота. 1 Тимофея 4.8 Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Толкование. Некоторые полагают, что под постом, разумеется, телесные упражнения. Это неправда. Пост есть духовное упражнение, но под телесным упражнением он разумеет то, которое, хотя требует больших трудов, однако, мало приносит пользы, и при том на время. Здесь, говорит, помогает человеку благочестие, ибо необличаемый совестью ни в чем худом здесь веселится духом, имея верное обетование будущих благ. Там же самым делом заживет истинной жизнью. Через сравнение апостолов показывает превосходство благочестия. 1 Тимофея 4.9 Слово себе верно и всякого принятия достойно. Толкование. То есть, Слово себе истинно и достойно того, чтобы все принимали его как несомненное. Какое же это слово? То, что благочестие и здесь, и там полезно. Всюду в послании апостол указывает на это, не имея нужды подтверждать, а просто возвещая, ибо слово было к Тимофею. 1 Тимофея 4.10 Ибо мы для того и трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Полкование. Показывает, каково есть благочестие, в котором упражнялись сами апостолы, и удостоверяет, каким образом он имеет надежду на будущую жизнь, говоря, для того вместо посему и трудимся и поношение терпим. Ибо для чего нам изнурять себя, если бы мы не ожидали будущих благ, которые Бог живый даст нам после смерти. Здесь воины царские, перенесшие многие труды и опасности, часто не получают должного воздаяния, когда случится умереть в царю, а наш царь всегда жив, всегда и воздаст. То есть всех он хочет спасти и здесь и там. Большее же попечение он прилагает здесь о верных. Если бы он не был спасителем их, то как они устояли бы против всех нападений? Этим апостол побуждает Тимофея к перенесению опасностей. Не унывай, говорит, имея такого Бога, и не проси себе помощи у других, но надейся на него. Жив Бог, и он есть спаситель. 1 Тимофея 4.11 Проповедуйся и учи толкование. Одни дела требуют учения, а другие приказания. Так что не должны красть. Этому следует не мягко учить, а приказывать, то есть запрещать с особенной силой. Если же говорит о раздаянии имущества, или о девстве, или о том, как должно веровать, то этому необходимо учить. Поэтому апостол и употребляет оба выражения «проповедуй и учи». И иначе, когда мы делаем что-либо, зная, что это зло, мы нуждаемся в приказании, когда не зная того, нуждаемся в учении. 1 Тимофея 4.12 Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Толкование Так как юность в следствии общего предрассудка сделалась чем-то легко презираемым, то ты, говорит апостол, повелевай властно, и никто не будет тебя презирать, ибо учитель не должен находиться в пренебрежении. Где же таким образом кротость? Там, где сам подвергается оскорблением, он должен быть кротким. А где необходима строгость для спасения других, там он должен повелевать с полной властью. Или покажи жизнь, благоукрашенную добронравием, и не будет презираемой юность твоя, а напротив, будет привлекать общее удивление. Поэтому апостол прибавляет и следующее. То есть будь образцом в жизни, правилом наилучшей жизни, чтобы говорить с удобством, иметь слово на готове или приготовленном. В обычной жизни и церковном чине, любовью объемлющей всех, или духовным настроением, или даром благодати, дабы не превозноситься этим даром, верой правой и не вколеблющейся, когда кто верит Богу и в том, что невозможно в естественном порядке, в чистоте, то есть в действенной чистоте и целомудрии. 1 Тимофей 4.13 Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, толкованием. Если Тимофей и апостол повелевают заниматься чтением Священного Писания, то не должно ли и нам это делать? Сам Павел, несомненно, до конца жизни занимался чтением, внушая это и другим. Апостол утешает Тимофея, сказав, Доколе не приду, ибо это дало надежду, что он скоро увидит Учителя, так как ассиротив он, конечно, искал сердцем Павла. И вот еще для чего он сказал, Доколе не приду, так как святой Тимофей, будучи молод, много конечно не знал и имел нужду в присутствии Учителя, чтобы узнать от него, то апостол Павел говорит ему, пока не приду, читай Писание, и там найдешь нужное законоположение. А когда приду, передам тебе и прочее наставлением, то есть уговорами и ободрением чувствующих в себе упадок нравственной энергии, учением, обращенным ко всем и во всяком деле. 1 Тимофея 4.14 Не не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Толкование. Здесь апостол говорит о даре учительства, который получил избранный епископ, по пророчеству, то есть по повелению Святого Духа, как выше сказано, с возложением рук священства, то есть епископов, ибо не священники рукополагали епископа. Смотри, какую удивительную силу имеет возложение священнических рук. А сегодня сектанты вообще не понимают и не имеют связи с апостольской церковью. Церковь там, где есть епископат, который идет по рукоположению непрерывного от апостольских времен. Это потому не церковь, ересь. Придумали название конфессии, динаминации, нет этих слов. Это слово ересь сатана прикрыл двумя словами. Динаминация, конфессия. Где эти слова говорят, это ставьте ересь. Как где говорится о крещении, там нужно ставить слово погружение. Комментарий Игнатия Лапкина. Святитель Тихон Задонский говорит так. Пастыри должны тщательно поучать людей, порученных им, как их увещевает святой Петр. Пастите Божие стадо. 1 Петра 5.2. Пастется же Божие стадо словом Божиим и его святыми тайнами. И Павел святой к тому же их побуждает. Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Деяние 20.28. И снова написал Тимофею и в его лице к святому пастырю. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея 4.2. Ибо пастыри вступили в должность апостольскую и непременно должны им следовать. Те по всей вселенной проповедовали слово Божие, а пастыри каждый на своих местах должны это духовное сокровище открывать людям, ибо погрешают пастыри, которые забывают этот долг. Немалый ущерб готовить себе пастырь, который спит вне общего двора, потому что сон пастырей радость волкам. Преподобный Ефрем Сирин. 1 Тимофея 4.15. А всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден, толкование. Часто наставляет его в одном и о том же. Желаю показать, что епископу больше всего должно стараться об этом. Не в жизни только, но и в слове учительском. Смотри, как великим и дивным желает он быть ему даже и в этом. Все. Все. Все.